Раз, два, три. Всем привет, придут в солнечной Италии. Она, Карло, Лину и Марина Владимировна. Едем сейчас в Харрифурд, нам надо сделать покупки, купить что-нибудь поесть в холодильниках. Устошили за вчерашний день, вчера была суббота, сегодня воскресенье, всем классных выходных. Тогда вы это видео посмотрите, наверное, будет уже понедельник, поэтому всем классной рабочей недели. Едем за покупками, что покупать будем, не знаю, Лину, где она скрыта от антисемиогури, Сульвизиус. Говорит, спасибо большое за поздравление, которое написали ему на Фейсбуке, на Ютубе, поздравление с Новым Годом, хочу сказать, с Днем Рождения. У нас, кстати, погода очень пасмурная, очень сыро, влажно, и сегодня идет дождик, хорошо. Маленький-маленький дождик, моросит. Ну, дома классно, мы вчера в субботу просидели дома, на диванах, смотрели кино. Мы вообще обожаю такие дни семейные, когда никуда никто идти не должен. Правда, София вчера ходила с друзьями, да, Карл, София Ериан, да, то... Маджела пицца. Маджела пицца, ходила есть пиццу со своими друзьями, со всем классом, там, ну, там, почти, там, сколько там, человек, 15 было. Сейчас, подожди, я переключусь. Опс, переключаемся. В общем, что говорила, надо было за эти деньги, это самое, забрать с карточки, снять. Что говорила, говорила, что София вчера ходила с одноклассниками в центр, было несколько так же, представители, родители, скажем так. Давали мы 25 евро, они ходили есть пиццу, да, Карл, Ана Манджата, пицца. И потом их водили в центр, там, просто они покупали, ну, есть магазин бижутерия. Я просто неправильно называю это имя, и мне потом пишут, что вы неправильно называете название магазина. По-моему, как на мой язык переводится, типа, называется Бюджотти. По-моему, называется как-то по-другому, потому что девочки писали, что как-то по-другому. Но, тем не менее, в моем произношении это так. И они заходили в тот магазин и покупали себе там бижутерию, сережечки покупали, какие-то браслетики. То есть, в общем, как бы, их отпустили, они вот с мальчиками, девочки, мальчики, там шли отдельно, и прямо такие все довольные. И пришли где-то, какие ореваты, София, или дети? Где-то около 10 лет. В квартале речи. Вот, так что нагулялись, и очень классно, такой дружный класс, и это очень радует. И есть такие родители, которые поддерживают, которые загружаются, дети в машины и вывозят в центр. Кстати, у нас тоже спрашивали, можем ли мы загрузить и поехать, но Карлос как раз болеет, и он говорит, что я и так вот сейчас отъеду. За покупками уже то, что он не должен делать, потому что я должен выздороветь. Если нет, если я сейчас начну ходить туда-сюда-обратно, то, говорит, все вот эти вот медикаменты, которые я принимаю в течение месяца, они пойдут на смарку, и опять я заболею. Даже сегодня нас к себе маму с Джадой звали, но оказались, мы не поехали, потому что, ну, надо человеку вылечиться. Ладно, подъезжаем уже к Арифору, Анти, и опять Арифору. Так, мы уже пришли это самое в магазин. Купили уже коты, еду вам. О, надо взять хлеб, кстати. А, это Лина. У Лины кот пропал. Кот убежал из хаты. Давай, Интанто придем, Апан, и Карла, боже, какой медленный, я не знаю. Я бы уже все купила бы и вышла бы уже из магазина. Кот, нету, вообще рыбы сегодня нет, у меня воскресенье, будет завоз, наверное, завтра. Так, девчонки, мальчишки, ютубовцы, покажу, что купили. Покупали вот такие вот, сейчас, Маруська, дам, купила еду, да, сейчас дам. Да, моя Халюси, да, да, да. Покупали вот такое мясо, он делает котлеты, Карлос. Покупали вот такие вот котлеты тоже, панчетто для пасты матричана сегодня будем делать. Обожаю, поругались я даже в магазине, ее делают вообще-то не из этого, ее делают из свининой, нет, из щеки, ну, щека свинину используют. Щуку свинины, да, если правильно я выражаюсь. Мы, я люблю вот такую, то есть она без запаха, хотя настоящая паста не должна вот матричана быть вот с этой вот, поэтому даже ругались, я говорю, возьми эту, потому что другую на нюх не переношу. Взяли яйца, бискотты на утро, помидоры, Саша без помидор не живет, молоко, майонез, моим котам еда, тонну взяли, тоже люблю, когда он делает, правда, панну, по-моему, мы забыли купить, он делает паста тонну, очень вкусная. Еще одно молоко, масло, ну, такое вот, потом сухарики хлебные, вот такая вот паста-пассата для пасты, потом еда, картошка, хлеб, морковь какая-то маленькая в этот раз была, мыть посуду, сейчас загружу машинку, курица с картошкой, и вот такие вот в биштеке свинины и паста. Оп, переключаемся, мы уже пришли, уже все разложили по полочкам, Карло делает свою, как же я вам? Ватричану, там есть, все призволит. Я вам хочу представить Роберто. Добрый день, сколько ты? 35 лет, но не сказал, не женат, поэтому девочки, сольте с боком эти травямо? Роберто Вакрадесу. Можно найти в фейсбуке, кому интересно, пожалуйста. Слушай, это Мико Карло, это друг Карлоса и друг Лино. Сегодня к нам тоже пришел на обед, просто пошутила, сказала, что есть на фейсбуке, так что если кому-то интересно познакомиться, потому что меня часто спрашивают, с кем можно познакомиться, с кем можно познакомиться, пожалуйста, вот, 35 лет, человек не женат, можете знакомиться. Робби? Да, спасибо. Опс, переключаемся, все, всех уже разогнала, на кухне убрала, стол тоже уже помыла, все, посуду тоже уже загрузила, в общем, конечно, воскресенье такой день у меня, наверное, как и многих нелюбимый, в том плане, что если кто-то ехать, или кто-то к тебе приходит в воскресенье, еще особенно если под вечер, потом понедельник для меня, день тяжелый, одна девочка тоже написала, говорит, ой, боже, Марина, никогда не замечала, что понедельник день тяжелый, для меня, говорит, был вообще нормальный день. Начала вас смотреть, начала слушать постоянную фразу, что понедельник день тяжелый, говорит, я стала ненавидеть понедельники. В общем, такие вот дела, все равно я уже в начале видео всем пожелала и сказала всем очень легкой, классной трудовой недели. Кстати, у вас даже, по-моему, да, Россия, Украина, там, я не знаю, если и Казахстан тоже с 13 на 14 старый Новый год, я вас поздравляю со старым Новым годом. Здесь, я говорила, праздники уже давным-давно не чувствуется, но тем не менее у вас, наверное, если завтра выходит это 12, у вас, наверное, все равно это идут праздничные дни. И вы дома и опять выйдете оливье и селедку под шубой. Вот такие вот дела. Так, у нас вообще как бы ничего не изменяется, даже видео я не снимала опять несколько дней, потому что опять, говорю, дома, в халатах, закутанных в этих самых, в одеялах, классником, сидишь на диванчике, смотришь какое-нибудь кино, поэтому тоже снимать особо было нечего. Вам, девчонки, мальчишки, ютубовцы, огромное спасибо за ваши комментарии, за ваше время, которое вы тратите на комментарии, за пальчики вверх, за пальчики вниз, за все ваше внимание, огромное-огромное спасибо. Кстати, я сейчас начинаю купать малых, первая София, у нас есть такой, а, кстати, спрашивали за этот самый, мои мысли, мои скопконы, спрашивали, включаем ли мы батареи дома. Какое идет отопление? Батареи мы включаем сами, уже как-то видео говорила. В этом году мы очень батареи включали мало, в основном, вот когда Карла болел, вот эти вот две недели, с утра до вечера, мы включали батареи. Когда на улице было холодно, мы стараемся, если вот никого не дома и дети в школе, то до 4 часов мы не растапливаем квартиру. После, где-то в 3 я включаю, пока дети со школы, ну это было в том году, в этом году, опять же говорю, София в новой школе, в этом году было тепло, как-то они не разогревали так квартиру. А раньше, когда вот в том году, я в 3 включала, за детьми шла в 4, как раз в 4 квартира уже разогревалась, и как бы квартире очень тепло. Поэтому в этом году как-то, не знаю, до сих пор у меня открыто окошко, если видно, окно открыто, и, ну не знаю, как там, ну не холодно. Я вот стою в одной кофте, бывает такое, что засидишься как-то, потом встанешь резко, аж замерзнешь, да, кровь перестает циркулировать. А так, в принципе, если в течение дня вот куда пошел, что-то сделал не холодно, и София тоже у меня в короткой футболке, вот сегодня, не знаю, сколько градусов в квартире, но мы не включали. Вот когда Карло болел, вот намотали мы немножечко, а так, в принципе, вот в этом году очень теплая зима. И в том году тоже, в принципе, было не холодно, единственное, что иногда приходится растапливать квартиру из-за того, что в квартире умиды, влажно в квартире. Кто-то идет, Карлос, наверное. Ходил мальчика какой-то, кто-то попросил, отвезил мальчика. Эхали, Вени, салюта, Карлос, Вени, Марко, Вени, Марко. Чанки Марко, вот вчера Роберто, ворави в брезенте, Марко! Буна сера, tutti! Чао! Бу-н-анно! 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 Ты как? Э? Э? Филя? А, по-моему, я думаю, все время видят. Марко вы уже видели, Марко сенас уже в наших видеоблогах. Чё купили-то? Э? Чё? Чё, что закомпрают? Я салют бутылки пива, чтобы не было. Нет, она салюта кан и кори, но салюта вышла на улицу. И меня тянет, земля мокрая, лапы пачкают. У нас такие салютки стоят в середуре. Реби, Марко, ты бутылки пива, на 9 евро. Марко, когда приходит, постоянно мне приходят с бутылкой вина. Говорят, девчонки, мальчишки, на этом будем с вами прощаться. Всего самого классного. Мир у мир, это однозначно, однозначно мир у мир. А, потом были по поводу вопросов, были по поводу Джада и Макса. Я хотела, кстати, эту тему развернуть. Ну, типа, рассказать, а потом подумала, что надо все-таки это при Джаде, когда Джада будет рассказывать. Единственное, что я хотела сказать, что никогда не надо никого жалеть, потому что они живут уже протяжении, ну сколько, 8 лет они живут. Начали они жить, когда родилась Саша, было 3 месяца. И они начали с Джадой встречаться. Считайте, Саше 9. Ну, вот они живут 9 год. Да, 9 год получается. Ну, если я опять, ну там, минус туда, минус сюда. Я считаю, что, знаете, это не та ситуация, когда тебе никуда, вот, допустим, говорят, и террор, и террор, и террор. Это не та ситуация, когда тебе некуда бежать, что ты там иностранка, и тебе некуда бежать, и тебе никому обратиться. Ты сидишь это все и терпишь, потому что у тебя бедные голодные дети. Конечно, это не та ситуация. Это та ситуация, где тебе надоест, ты так вот сделаешь вот так, у тебя есть сестра, у тебя есть брат, у тебя есть взрослые дети те же самые, у тебя есть мама, у которой есть дом, у сестры есть дом, да. То есть это та ситуация, в которой можно просто собрать вещи, или даже оставить эти вещи, на все плюнуть, и как бы переместиться в другое вообще там, хотела быстро проумничать, и переместиться вообще в другое пространство. То есть, поэтому это, наверное, человеку это устраивает, и, наверное, человеку это нравится. По поводу того, что жалко, но это мы так воспринимаем, потому что, может быть, мы такие, знаете, волевые встали, пошли, сделали, и как-то для нас вот кажется, ну как это вот не разрешить пойти самой в парикмахерскую, как это не разрешить пойти самой куда-то туда, как это не разрешить позвонить по телефону. Ее, наверное, эта жизнь устраивает на протяжении стольких лет, там любовь, они друг друга любят, уважают, я наоборот, я очень даже счастлива, что он наконец-то в 40 лет походку не меняет, но главное, что человек все равно как-то уже вот обуселся, обзавелся семьей и сидит как бы на семейном статусе. То есть, поэтому я думаю, что уже лет, наверное, нет, потому что я тоже поначалу, «Ой, бедная, боже, это ж никуда не пойти, это ж ногти не покрасить, это ж волосы не покрасить, это что не сделать, это постоянно надо жить в таком настроении». А потом я так пересмотрела, даже еще я с Карлом поговорила, говорю, «Карла, ну а как вот так, вот так?» Он говорит, «Это такой вот смысл жизни, это такой ритм жизни». То есть есть же женщины, которые терпят всю жизнь алкоголика, жалуются, что муж алкоголик, но тем не менее с ним живут, еще потом в конце жизни его ба-бах сковородкой по голове от того, что надоело, понимаете? То есть есть же такие женщины, которых бьют, унижают, и вот они ходят рассказывать, что «Мне так плохо, меня унижают и меня бьют», но тем не менее это такая вот женщина, как это сказать, есть даже какое-то такое слово умное, но не для меня забыла, которая терпит все, типа женщина-жертва, но тем не менее она воспринимает эту ситуацию. Поэтому я тоже думаю, что жалеть не надо, надо просто воспринимать так, вот есть такая семья, в которой такие вот закономерности, есть другая семья, в которой все свободно Либеру, да, свободно все, весело, и как бы жизнь бурлит, это другая семья. Есть третья вообще семья, которая, ну, в общем, все мы разные, у каждых разные отношения, и просто много-много-много было комментариев по поводу того, что «О, бедно, она сейчас нанесет, никто там не бедный». Не, ну, конечно, жалко, но так жалко, потому что мы разные, а человека это устраивает, человеку от этого хорошо, и, в общем, как-то это так. Они, кстати, потом к нам тоже сегодня хотели приехать, он звонил, говорит, «О, вы ко нам не приехали, может, вы к нам?» Вот, а в итоге, как бы, Карлос говорит, «Нет, мне надо отлежаться». И все, потом пришел Марка, говорит, отвези там куда-то, он его отвозил. И он говорит, «Я не могу отказать ее». Это Саша, наверное. А, нет, да, это мой. Вот. Ландика, девчонки, мальшишки, ютубовцы, на этом буду с вами прощаться. Всего самого хорошего, самого-самого доброго. Сдвинься немножко. А, да, ты же не умеешь делать вещи одновременно. А ты же или двигаешься, или пьешь. Солите, а мы пить. Ла барба, кандала по дамам? А, дамам. Завтра побреется, боже, кошмар. Только если оно, то он дзингер упорнёт. Как дзингер поддувать. Все, всем пока-пока, увидимся.